Здравствуйте, уважаемые читатели Комсомольской Правды. Мы начинаем наш круглый стол. И сегодня тема звучит следующим образом. Как говорить с детьми о сексе. Эту тему мы взяли не с потолка, не случайно. Она связана с резонансным событием, которое произошло в Украине. В октябре, в конце месяца, в СМИ поступила информация о том, что в книжные магазины поступила книжка по названию «Секс. Начальное пособие для детей 10-12 лет». В этой книжке, целевой аудиторией этой книжки являются дети, и там пишут о том, что вы родились отнюдь не в капусте, то есть вас не нашли не в капусте, и не аист принес, а вы возникли в результате того, что ваши родители занимались сексом. И это явление достаточно подробное описано. Общество разделилось после этого. И такой произошел бунт в соцсетях, в благосквере. Часть общества заняла позицию, что это растление нового поколения, что автор хочет развратить нашу молодежь. Часть, наоборот, заняла позицию того, что действительно не хватает сексуального образования у нас в Украине. И автор как раз таки ставит благородную цель. И разобраться в вопросе, книжка несет все-таки позитивный эффект, и вообще в каком состоянии находится сексуальное образование у Украины, нам помогут наши эксперты. Я их с удовольствием представлю. Это главный внештатный сексопатолог Минздрава А.Р.К. Любарский Андрей Владимирович. Добрый день. Добрый день. Главный внештатный детский психиатр Минздрава А.Р. Крым Потапенкова Ольга Леонтьевна. Главный внештатный гинеколог детского и подросткового возраста Вежевич Юлия Петровна. Координатор благотворительного фонда «Здоровье женщин и планирования семьи» Шевченко Елена Васильевна. И начальник управления общего среднего образования Министерства образования и науки молодежи и спорта А.Р. Крым Журба Наталья Викторовна. И первый вопрос у меня к Андрею Владимировичу. Вот этот спор. Можно детям говорить о сексе с раннего возраста или нельзя? Как бы вы, какой ответ вы дали бы на этот вопрос? Ну, с точки зрения, скажем, демократического общества человек имеет право на информацию. А человеком считается у нас уже на вооружении. Это первое. Второе. То, что просвещение и половоспитание — это немножко разные вещи. Просвещение — это просто информация, которую может нести, например, данная книга. А половоспитание — это системный процесс постоянного присутствия родителей, сопровождения в жизни ребенка. Но на сегодняшний день, фактически, родители не занимаются половым воспитанием. Родители сейчас ушли в зарабатывание денег, в просмотр сериалов и прочее. А ребенку предоставляют возможность смотреть фильмы, очень часто, такого западного иногда, так избыточно сексуализированного толка. И это, конечно, большая проблема. Проблема еще в том, что родители сами являются очень часто малограмотными людьми, несмотря на изобилие информации сексологической, которая есть. И, на мой взгляд, эта книжка, в первую очередь, ликбез для родителей. Ликбез для родителей, которые могли бы ее переработать и вначале провести курс полового просвещения себя самих. А потом начать работать уже со своим ребенком. Я, теперь, как врач, сталкиваюсь с потоком проблем, которые возникают из-за отсутствия адекватной информации, из-за отсутствия адекватных подходов к сексуальности. И такого рода, скажем так, избыточная морализация и ограничения, которые вбиваются, как, знаете, такие вот невротические зажимы в ребенка, во фразах, там, не трогай, пищу отвалится, там, или зарастет мальчикам, девочкам и так далее, формируют в будущем сексуальную дисгармонию. Родители себе рукоплещут, вырастили ребенка, обеспечили его, там, телевизором, машиной, дачей, еще чем-то, а не дали инструмента для любви, не дали инструмента для гармонии. И есть культуры, в которых с раннего детства воспитывают мальчика как мальчика, девочку как девочку, и обучают девочку с 64 способностями. У нас этим не обучают, у нас это часто считается неприемлемым, неприличным, родители этим заниматься не хотят и просто отдают это на откуп, там, в школе, еще ищут каких-то виноватых, а повседневно этим не занимаются. И потом хотят результат, идеального ребенка, на которого бы ничто не влияло. И на сегодняшний день очень много таких противоречивых вещей, например, профессор Агарков, он уже покойный, один из ведущих сексопатологов России, он сказал, что активно проповедуется идея о вреде порно для детей, но никто никаких исследований не проводил. Поэтому здесь даже неоднозначная ситуация, скажем, в науке. На мой взгляд, сексуальное просвещение должно быть направлено на родителей, которые бы могли заниматься адекватным сексуальным воспитанием. Если для них был пробел большой в голове, если они считают, что они высокодуховны, потому что они знают, как соединяются полы органы, и они в моногамном браке, то, на мой взгляд, это как раз самая низшая стадия духовности, она ближе к животной функции. Они знают, как это делать, и ребенок сам догадается. А вот привнести духовность в секс, культуру, знания, умения, понимания, вот это является более духовным взаимодействием, потому что подобную литературу в бездуховности иногда обвиняют. И, на мой взгляд, это очень важно и очень хорошо, что это срезонировало, и, может быть, это все-таки заставит своих родителей оторваться от телевизоров, оторваться от социальных сетей и заняться повседневным воспитанием своего ребенка, в том числе и сексуально. Если стесняются, пусть обратятся к психотерапевке, к сексопатологу, решат свои невротические проблемы, потом идут к детям и решают с ними уже вопросы их воспитания. Вот вы говорите о том, что родители должны, ну или желательно, им воспитывать ребенка и говорить с ним о, ну, заниматься половым воспитанием. Но я уверен, что простые родители, у которых нет специального образования, и они не знакомы с соответствующей литературой, они просто не знают, как воспитывать, то есть что говорить. Существуют ли какие-то рамки, можно ли говорить все о сексе ребенка? Ну, в этом плане рекомендуется говорить в рамках запроса. Если ребенок там спросил, что это у него за пися, ему нужно объяснить, что это за пися, и не обязательно рассказывать ему про аборт и презратировать моменты. То есть по запросу. Ребенка интересует информацию возраста, можно с ней общаться. Родители совершенно забывают о том, что если ребенок не узнает это от них, он узнает это в подъезде, в искаженной версии и с возможными тяжкими последствиями для него. Вот это плата за стеснение родителей. Как правило, ребенок чаще всего знает больше, чем кажется родителю в сексуальной сфере, поскольку у него естественное к этому стремление. И вот это замалчивание, что вот мои дедушки и бабушки об этом не говорили там и так далее, и были счастливы. Но нет счастья на лице тех людей, которые запрещают сексуальное просвещение. Нет. К сожалению, их концепция, к сожалению, терпит крафт, потому что они совершенно не улыбаются и не радуются жизни. Но такого пути я бы не желал своим детям ходить с квадратным лицом и заниматься сексом в темноте через дырочку в простыне. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Ольге Леонтьевне у меня вопрос. Согласна ли вы со своим коллегой? И вот Андрей Владимирович сказал, что он в своей медицинской практике сталкивается с последствиями недостатка сексуального воспитания. А вы сталкиваетесь с своей медицинской практикой? Я должна сказать, что с очень многими положениями, которые сейчас Андрей Владимирович озвучил, я абсолютно согласна. И в первую очередь действительно у нас в обществе просто, может быть, все мы, и большинство из нас, как родители, мы в этих вопросах безграмотны. И, к величайшему сожалению, ханжества слишком много. И действительно, последствия, они наступают. И достаточно тягостные последствия. Поэтому, естественно, вопросы полового просвещения, полового воспитания детей – это крайне серьезные и сложные вопросы. В чем заключается их сложность? Она еще заключается в их деликатности. Ведь не зря интимус по латыни – это скрытый, нижний. То есть это очень тонкая тема, тонкая грань. И, естественно, в первую очередь должны обучаться родители. И в этом я вижу задачи и психологов, и педагогов, и врачей. То есть тут нужно работать с родителями. Это очень важно. По сути книги тоже я согласна с тем, что сказал Андрей Владимирович в первую очередь. Ее должны прочитать родители, просмотреть. Ну, возможно, если мы сейчас будем подробно книгу рассматривать, и там некоторые вопросы вызывают сомнения, некоторые улыбки, некоторые даже тревоги, честно говоря. Но это уже каждый воспринимает сам. Поговорим об этом. Что касается случаев в моей практике. Ну, я по специальности врач-детский психиатр. То есть, в общем-то, направленность – это детская психиатрия и психология. Но в некоторых вариантах, да, действительно, я обращала внимание, что встречаются в моей практике девочки-подростки, немного реже мальчики, когда, в общем-то, ряд невротических проявлений связаны, ну, в дальнейшем, когда проводится диагностика, напрямую связаны с той темой, которую мы сейчас обсуждаем. И иногда с неделикатностью школы, или с неделикатностью, или неграмотностью этих вопросов родителей. Да, такие случаи бывают. А что может быть хуже, если страдает ребенок? Ясно. Спасибо огромное. Давно хочется уже задать вопрос Наталье Викторовне, начальнику управления общего и среднего образования. Вот в нашем Министерстве образования Крыма задается ли у сотрудники Министерства проблема, что у нас плохое сексуальное образование, что нужно вообще-то целенаправленно образовывать детей в этом смысле? Ну, давайте мы все-таки с учетом высказанных мнений и терминологии все-таки определимся, что сексуальное воспитание школьников это система как медико-сихологических, гражданских, педагогических мер. Прежде всего, подростков, молодежи направлены на отношение к вопросам пола. То есть пол, отношение как противоположного пола, так и взаимоотношения между ними. Никто не отменял такую науку, как биология. И учебный курс, который ведется в общем развлечении учебных заведений с 6 по 11 класс, действительно рассматриваются вопросы живого мира размножения, начиная от растений. И мы знаем, что растения размножаются как половым путем, так и бесполы, и вегетативное размножение. И мы уже после этого переходим к размножению, индивидуальному размножению человека в 9 классе. Уделяется и я сама учитель, допустим, в мире почти 20 лет педагогического стажа. В принципе, я на своих уроках биологии, сама у биолог по образованию, я не встречалась с детьми в последнее время с какими-то ухмылками, с какими-то недопониманиями при произнесении слов, терминов, которые общеприняты, связанные непосредственно с органами полового размножения. То есть это, наверное, сказывается и прогресс, и все-таки и более просвещенность детей, и к этому вопросу относятся более-менее спокойно. Начиная с 5 класса по 9 классу у нас вводится во всех классах, согласно типовому учебному плану, такой прием, как основы здоровья. Начиная с 5 класса рассматриваются такие вопросы, как сохранение здоровья жизни, это наболевшие вопросы и темы сегодняшнего дня всего мира, заболевания ВИЧ, СПИД и другие различные заболевания. И без знания, допустим, полового принадлежности каких-то определенных знаний, невозможно донести до, рассказать детям о том, какие источники, как защищаться, что по этим проблемам. И уже в 8-9 классе в рамках основы здоровья изучаются такие вопросы, как репродуктивное здоровье молодежи, вопросы, предметы этики существуют. И в 10-11 классе, это классы, которые у нас являются профильными классами, где старшеклассники имеют право уже выбора специализации своего обучения, могут вводиться такие курсы, как валиология. А то, что есть, мы говорим, он еще дополнительная работа, которая проводится и в школах, и непосредственно заинтересована леварьерными министерствами, конечно же, заинтересована. Прежде всего, в сотрудничестве с общественными организациями, которые выходят в учреждения образования циклы тренингов, бесед, лекций и так далее. Но в каждом учебном заведении, естественно, проводится своя определенная работа. У нас много учреждений, которые экспериментальной деятельностью занимаются. В частности, есть лаборатория здорового образа жизни. Реализуются во всех учебных заведениях, в частности, автономии, DVD-проект Азбука здоровья, в рамках которого также уделяется этим вопросом. Фактически в каждой школе у нас есть социальный педагог, практических психологов, специалисты, которые непосредственно также уделяют внимание тем или иным вопросам, связанные с правильным воспитанием школьников, в частности, по отношению к вопросам пола. Насколько я понял, основной объем полового воспитания происходит в рамках биологии курса. Биология и основы здоровья. И уже в старших классах палеология. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что в этике какой-то существенный раздел, это же этика, то есть... Взаимоотношения семейных, взаимоотношения между полами, это тоже очень важно. Можно сначала этим взаимоотношением между полами обратить внимание, а затем уже... Ну, поделюсь немножко своим опытом. Вот когда я учился в школе, к нам приходил специально для того, чтобы рассказать о вопросах секса, почему-то педиатр. Вот, педиатр... Я уже сейчас, когда я вырос и сам опытным путем некоторые вопросы понял, я понимаю, что он говорил, черти что, ужасные вещи, которые просто могут засолить комплексы в детях. То есть, как-то систематизированный ли процесс приглашения такого рода специалистов в школу, классам, либо это директора на местах решают? Нет, решают на местах непосредственно органы и управления образованием, руководители учебных заведений, достигаются путем соглашения, подписания каких-то единых планов работы с лечебными учреждениями, согласовываются перечень посещения узких специалистов для проведения бесед. Это, конечно же, делается индивидуально в учебных заведениях и непосредственно под контролем органов управления образованием, городов, районов. Это естественно. Ну, а если вы говорите из своего опыта, который вы привели, например, то, наверное, сегодняшняя наша беседа, наверное, в то время, когда вы обучались в школе, вопросы не возникали с такой публичной, не обсуждались эти вопросы, правда ли? Поэтому, может быть, действительно это связано со временем, что сейчас более свободно выходим на общение по таким вопросам. Я считаю, что это необходимо. И, конечно же, поддержу выступающих, что большой пробел это, конечно же, воспитание родителей, воспитание взрослых, которые не могут донести на сегодняшний день те вопросы, на которые дети, подростки хотят найти ответы, к сожалению. Спасибо большое. Хотел бы передать слово Юлии Петровне. Спасибо. Вы в своей медицинской практике сталкиваетесь ли с проблемой того, что у детей, у подростков слабое половое воспитание? Вот я прочитал книжку, в которой приурочена тема сегодняшней нашей встречи, и там подчеркнуло себя, кстати, много нового. В частности, там говорят, что есть очень много мифов, которые дети принимают, например, что первый секс не приводит к беременности. И из-за этого очень много случаев, что первый секс приводит к беременности. Какие вообще проблемы возникают из-за недостатка? Во-первых, хочу сказать, что мое глубокое убеждение, и я поддерживаю всех своих коллег, о том, что воспитание, любое воспитание, оно начинается в семье, потому что ребенок находится в семье с самого рождения. И та модель поведения родителей, отношения между родителями, естественно, берется как за основу. Дальше уже методом тыка, опыта, где-то наблюдение чего-то и как-то. Я могу сказать на собственном ребенке, да, и абсолютно то, что согласна с Андреем Владимировичем, когда первый вопрос был задан, мама откуда взялась, ей было два года. Это абсолютно, естественно, нормальный интерес. Меня, ну, не как педагога, как врача, ну, как не поставил он в тупик, да, я сказала, мы тебя родили, ты жила у мамы в животе. Минут сорок, тишина, осмысление. Она подходит и говорит, а ты меня что, съела? Как-то мы так ответили на этот вопрос. Нет, ты у меня жила в животике. Действительно, вопросы идут по запросу. То есть совсем не обязательно, если ребенок вас спрашивает, куда я взялся, и начинать рассказывать все подробности и все. Это один момент. Что касается воспитания в школе, ну, много лет назад мы как бы поддерживаем этот проект, работаем в совместный приказ Министерства образования, Министерства здравоохранения, четырехчасовых занятий в школе. Мы беседы проводили, лекции с детьми. Я не могу сказать, что мы встречали, допустим, какое-то негативное отношение педагогов. Очень часто вот даже родители моих пациенток приходят и говорят, Юль, пожалуйста, вот в нашем классе, вот девятый класс, мы боимся, мальчики так смотрят на девочек, девочки там чуть ли не под рубашку лезут. Придите, почитайте лекцию. И я всегда, я откликаюсь на это, но я когда-то туда иду, я не понимаю, о чем я должна с ними разговаривать. Я могу говорить о физиологии, я могу говорить о инфекциях там, да, допустим, я могу говорить о методах контрацепции. Я прихожу в аудиторию, родители попросили меня защитить их детей или научить их детей защищаться или правильному поведению. Я за 45 минут выделиваю, этого не смогу. А что касается недостатка полового воспитания, в первую очередь у нас абсолютно не связано подростков секс с беременностью. То есть секс это секс, возможно какие-то технические моменты. Естественно, из-за незнания, ну уроки биологии, уроки биологии и анатомию, и почитать можно все, что угодно, и нажал кнопочку, и попал туда-куда, в общем-то. Может быть и не нужно. Но я вам хочу сказать одно, что прежде всего и медики, и педагоги, они должны, ну в общем-то, выступать в качестве консультантов для родителей. И сначала мы должны, наверное, подготовить аудиторию педагогическую, да, то уже в принципе какой-то прогресс идет. Потом мы можем поработать с родителями. И вот эта книга, которая, те вот, допустим, скажем, комментарии, которые были, я могу сказать, что действительно, наверное, эта книга не для детей, это книга для родителей. Пусть почитают и будет всем лучше и легче. Я не думаю, что там есть какие-то элементы порнографии или какого-то там агрессии. И вся информация, которую наши дети получают на сегодняшний день о сексе, в частности, да, и половое воспитание более широкий такой, скажем так, вопрос, она, в общем-то, ну крайне негативная. Она с такой агрессией. И в принципе, не могу сказать вот за весь поток информации, но в основном это идет посыл к действиям. Потому что у нас же, в принципе, сначала мы получаем информацию, мы ее осознаем, мы предпринимаем какие-то действия, анализируем потом какие-то действия или бездействия. У подростков, в частности, у них все наоборот. Сначала какое-то действие, поступок, потом мы его анализируем, и потом мы приходим за информацией, чаще всего мы приходим за информацией, когда, в общем-то, есть какие-то проблемы. Когда либо это беременность, действительно, ранее подростковая, либо когда какие-то проблемы со здоровьем. Естественно, это недостаток сексуального воспитания, это не знание физиологии. Это, знаете, как-то все к этому просто. Очень просто они к этому относятся. Очень просто. То есть это ничего не значащее отношение, это ничего не значащее какое-то совокупление. Ну как-то вот пять черв в компании прошли через это ничего, а вот шестая пара, как они говорят, заветели. Понимаете? То есть даже вот как-то вот. А дальше уже начинаются проблемы, которые решаем мы, которые решают родители. Но единственное могу сказать, что настолько благодарные слушатели, настолько благодарные подростки, вот, и все могут это подтвердить, да, им нужна информация. Они как губка, и они хотят ее слышать адаптированную, они хотят ее слышать прямую, да, они хотят ее слышать на профессиональном уровне. И у нас все наши общения, они не сводятся к часу, они не отпускают ее потом долго-долго. И потом в индивидуальном порядке не приходят за информацией. Слава Богу, что, ну что-то двигается. Ну как правило, это уже поздно. Говорить о контрацепции в 15-16, не говоря вообще о половом сексуальном воспитании до этого, ну иногда не попадаем. Спасибо, Елена Петровна, очень интересное мнение. И передаю слово Елене Васильевне, координатору благотворительного фонда «Здоровые женщины планирования семьи». Насколько мне известно, вы, вот так же, как и высказывавшиеся ваши коллеги, на практике проводите занятия по теме, которые мы сейчас обсуждаем. Прав я или нет, и что это за занятия? Спасибо большое за вопрос. Вы, конечно же, правы, иначе я бы сюда не пришла. Я хочу поддержать всех коллег. Половое воспитание, половое просвещение – это необходимая вещь. На самом деле, на наших бедных подростках столько информации о сексе вываливается на голову, что, посмотрите, интернет, видео, фильмы, разговоры, чего греха таить, и газеты тоже. Во многих газетах открываешь и читаешь такое, что лет еще 20 назад, наверное, газету за это просто закрыли. То есть информации масса, информации много. Вы знаете, но с другой стороны, информации ведь очень мало, если мы вспомним статистику, послушаем, о чем говорят специалисты. Информации не хватает. Той корректной, правдивой, честной и, главное, нужной ребятам, подросткам. Наш проект направлен как раз-таки на ребят где-то от 14 до 16 лет, школьников. Мы вспомнили одну простую такую вещь, что в этом возрасте для подростка самый главный и самый такой значимый источник информации – это сверстники. И мы постарались, работая с, скажем, подростками-лидерами, давая им какие-то знания, обучая их общению и передаче информации, сделать из них таких вот по системе равный-равному инструкторов. То есть они могут делиться информацией корректной, информацией правильной. А откуда я это знаю, я чуть позже скажу, что она корректная и правильная. Со своими сверстниками. Мы тоже написали книжку. Я могу вот показать такую книжку. И вот эта книжка в 10-го года, она у нас в 7-м издавалась, в 8-м, в 9-м. Но я могу эту книжку показывать и не бояться, потому что мы ее сдали на лицензию. Мы ее сдали в Украинский научно-методический центр практической психологии и социальной работы. И получили сертификат. То есть вот чего не хватает многим книжкам, вот таким проблемам, это, ну скажем так, экспертные оценки. Мы с этой книжкой идем в Министерство образования, Министерство здравоохранения. И мы не боимся, что там что-то не так написано. Вот это, кстати, момент автора, может быть действительно провести экспертную оценку и сказать всем родителям, вы немножечко недооценили. А наша книга очень хороша и важна. Так вот, в рамках нашей программы мы учим детей общаться, прежде всего, это трудно. Подросткам трудно сказать о своих чувствах. Вот почему-то заняться сексом проще, а поговорить о чувствах, возникают проблемы, нас этого не учили. И наших подростков, к сожалению, тоже. Мы говорим, конечно же, и о контрацепции. Куда от нее деться в этом возрасте, дети уже взрослые. Но мы не забываем сказать о воздержании. О том, что нормально, естественно, и доктора нас поддерживают в этом возрасте, воздерживаться и заменять секс совершенно другими проявлениями любви. Понимаете? В нашей программе принимают участие, вот я посчитала, за эти годы 8 школ. Из них один интернат и один детский дом в Крыму. То есть достаточно большое количество детей мы охватили. И вы знаете, до сих пор вот у меня такое чувство, что этого мало. Нас поддерживает Министерство образования. Еще раз повторю, спасибо большое специалистам. Вот те специалисты, которые здесь присутствуют, доктора, они приходят и проводят занятия, мы тоже их приглашаем. Но этого мало, потому что школ у нас много, детей у нас много. И мне кажется, если так пойдет дальше, и мы все вместе будем работать с детьми, с их родителями, со специалистами, то, наверное, года через 2-3-5 мы соберемся, и здесь будут сидеть обязательно родители, вот наши аудитории, которые скажут, знаете, если бы вот этого не проводилось, мой ребенок не был бы таким счастливым. Если бы этого не было, то моя дочь там в 20 лет не стала бы счастливой мамой, или мой сын не стал бы счастливым папой. Сейчас, к сожалению, мы пока этого сказать не можем, потому что по моему опыту общения с родителями мы имеем две больших аудитории. Одни родители говорят доктора, педагоги, вот что хотите, то и делайте, лишь бы у моего ребенка все было в порядке. Ну, может быть, это и правильно, но хотя бы он не достойно родителей. Другие родители, которые говорят неся, знаете, вот это вот такое слово. И я постоянно, когда общаюсь с родителями, даю какой-то буклет, а там, представляете, орган нарисован половой, да? И родители как-то немножко дергаются, а потом многие из них берут у меня эти буклеты и приходят, говорят, вы знаете, дайте еще, мы вот соседям дадим. Взрослые люди читают, знакомятся, потому что действительно со взрослыми как-то вот у нас такой провал информационный. И самое главное, я хочу сказать спасибо нашим детям, нашим подросткам. Несмотря на то обилие негативной, агрессивной сексуальной информации, которую мы взрослые на них выливаем, через средства массовой информации, через нашу жизнь, они остаются все равно хорошими, порядочными, достойными людьми. К сожалению, кто-то из них страдает и еще пострадает, и будут детские аборты, и будут ранние беременности. К сожалению, мы не можем уберечь всех. Но если мы постараемся, я думаю, что и ваше средство массовой информации нас поддержит, я думаю, что что-то будет меняться. Спасибо. Спасибо большое. Хотел бы еще коснуться темы самой книжки. Я знаю, что не все наши гости читали эту книжку, но вот Андрей Владимирович просматривал эту книжку. Что вы скажете по этому поводу? Понравилось, не понравилось? Какие замечания? Мне книжка эта понравилась. Понравилась и по своему содержанию, и по наполненности, по наполненности и реалистичностью. Это не книжка о том, как должно быть в идеальной сказке, а как есть в реальности. Это первое. Второе, я так понял, что, читая отзывы у ней, основной конфликт крутится вокруг фразы, что секс может быть и без любви. Вот способ воспитания, что секс может быть только с любовью, он, конечно, очень интересный и достойный. Он всячески проповедуется в идее и в сказках, и в фильмах, и в воспитании, и в просвещении. Но вопрос, что называть любовью? Если любовью называть невротическую созависимость, которая часто продуцируется в Грибутском кино и прочее, когда человек настолько созависим от любви, от другого человека, что он готов закончить жить самоубийством, если эти любовные отношения разлучаются. Но чаще всего человек, когда сам не наполнен ничем, то ему больше нужно от кого-то и другого. То есть здесь вообще понятие любви, в общем-то, причем все духовные школы, эзотерические, религиозные, они проповедуют идею безусловной любви. И секс может быть в состоянии безусловной любви, потому что если секс в состоянии невротической любви, то люди, взрослые, пускай, зрелые, находясь в состоянии сексуальной близости, у них голова занята черти чем, у них секс с мозгом, не бросит у меня партнер, мне сегодня хорошо, завтра плохо и так далее. То есть вот эта невротичность создает дисгармонию. И люди, которые говорят о том, что вот эта книга внесет дисгармонию в общество и разжарит подростков, это люди говорят в те годы, когда 80% браков, живущие по морали, возможно, этих людей, распадаются почему-то. Почему они распадаются? Поэтому, мне кажется, эта книжка очень важна сама по себе и как резонатор, как резонатор этой темы. Поскольку, возможно, возможно, наши пра-пра-прадеды жили счастливее, когда не внедрялись религиозные институты с догматами, государственная власть не внедрялась в ту систему, которая за много летов сформировалась в половом воспитании. И, возможно, огромный плац нашей популяции вырезан. Они говорят, моногомия, брак, рождение детей, секс, любовь, это хорошо, все остальное плохо. А как это достичь в гармонии? Не в невротическом таком выдавливании друг из друга счастья и по иглу, а в любви, в гармонии каждый день, созидая это. И когда люди говорят, вот при нас было лучше, 20 лет назад, 40 лет назад, было лучше. Мы жили, вот все это ограничилось, мы занимались сексом в темноте, и ничего же не случилось, и мы вот дожили, дожили в полной дисгармонии, в разрушении здоровья. В Украине 80% населения выглядит старше своих людей. Вот это один из факторов того, что, ну мы же нормально дожили. В Украине средний возраст мужчин доживает до 59 лет. Вот это один из результатов этой дисгармонии. Когда мужчина невротичен, он боится, он тревожен, а он не знает элементарных вещей, как быть нетревожным и гармоничным. Поэтому книга очень цена тем, что она про реальность, про то, а не про идиллию взрослых в голове, как это должно было бы быть, если бы они со своим ребенком жили бы в теплице, и никто бы туда не проникал. И ребенок, когда сам сталкивается с этой реальностью, без помощников, без взрослых, ничего не зная, не умея, об этом уже рассказывали мои коллеги, то иногда такие проблемы сексуальные, эмоциональные, у неподготовленного ребенка заканчиваются суицидом. И это нередкое явление. Поэтому здесь дискутировать надо или не надо, мне кажется, такая литература очень нужна, ну, в первую очередь, для переработки взрослых, чтобы они потом, может быть, своим языком доносили эту информацию. Это первый момент. А второй момент, ну, я, может быть, не так досконально эту книгу изучал по-буквенно, но я вот поддержал бы идею того, что, когда есть вариант воздержания, то как это воздержание может быть увязано в взаимоотношении между людьми. Елена уже говорила, что акцент может быть на элементарных взаимоотношениях, на элементарном взаимодействии, общении в разных сферах и через разные призмы. Через призму достижения культуры, цивилизации, музыки, спорта, чего угодно. И идея, которую я проповедую, например, в своих лекциях о полном просвещении, это четкое увязывание сильного сексуального инстинкта, который в подростках развивается и еще нагнетается сексуализацией рекламы и так далее, обществом нагнетается каким-то образом, увязывание с его самосовершенствованием. То есть, идея такая, например, ты хочешь выбрать идеального партнера, ты можешь вложить в свою идеальность сексуальную, а она может быть и в виде твоей физической подготовки, заботиться о своем теле, гимнастике и так далее, заботиться о своей культуре, знаниях, учебных знаниях, искусстве, музыке и так далее. И твоя сексуальность будет более многогранна, когда ты станешь зерелым человеком. То есть, это не просто какая-то сублимация и заталкивание сексуальности в угол, а это нужно для более гармоничной сексуальности. И вот на этот бы вектор я бы сделал, ну, скажем, некое добавление к этой книге. Поскольку, естественно, говорится о сексе, но секс это как бы не единственная возможность проявлять себя. Второй момент, который там тоже, возможно, вызывает агрессию, что сексуальная жизнь это вклад в здоровье, ну, примерно такая идея. И поэтому, когда человек не занимается сексом, то это как бы нездоровье. Ну, я как медик бы немножко по-другому это столковал. Когда зрелому человеку, ну, и в том числе подростку, у которого, естественно, происходит половое созревание, когда у него нет сексуального влечения, это может быть признаком нездоровья. Нездоровья гормонального, нездоровья, там, депрессии, тревоги и так далее. Но наличие сексуальной функции и активности, это не значит, что нужно обязательно заниматься сексом, а что бы то ни стало, и вот в том виде, в котором подростки, которые живут либо в книжке, либо в порно-кино. И здесь, в общем-то, в этом плане, конечно, гораздо больше достигла восточная сексология, которая ориентирована на умение перераспределять сексуальную энергию, творчество, вдохновение, работать с сексуальной энергией, а не ее сливать. Если родители ее сливали просто, облегчали гениталии, а занимались нелюбовью, то они считают, что так же у детей должно быть. А и никак не вкладывают в сексуальную культуру. Поэтому здесь бы я немножко переначал бы этот подход. То есть, в принципе, сексуальная функция, она важна. Сексуальное желание – это признак здоровья. Но регулярная половая жизнь – это необязательный компонент здоровья. И есть те же монахи, которые отказываются от секса на всю жизнь, и они иногда живут дольше, чем в среднем популяции. Поэтому здесь вот этот фактор, он такой вот немножко спорный, с моей точки зрения. Но гармоничный человек и гармоничная сексуальность – это, конечно, в сочетании в этом – это вклад в здоровье. Психическое, физическое, духовное. И здесь, я думаю, спорных моментов нет. Спасибо большое. Ольга Левортина тоже говорила, что на тему книжки. Вы читали, просматривали, видели, может, просто в СМИ какие-то фрагменты? Я в настоящее время читаю эту книгу. Где-то одна треть прочитана, потому что немножко со временем сложности. Я в целом согласна с Андреем. Да, действительно, книга – это очень интересно. Она нужна. В первую очередь, ее должны прочитать родители. Но вот на какой момент я бы хотела обратить внимание? Вот смотрите, мы сегодня говорим о половых вопросах подросткового возраста и детства. Но мы в основном говорим о подростках. А книга-то авторами ориентирована на детей 10-12 лет. Вот какой промежуток они указывают, кому адресована книга. И что здесь меня беспокоит и настораживает? 10-12 лет – это возраст препубертата. И в этом возрасте еще есть совершенные дети, которых вообще эти вопросы не интересуют и не нужны нам им. И есть дети с опережающим созреванием. Ну, в целом, вот они, обселераты быстрее развиваются, которым тоже нужны уже эти вопросы. И вот эту тонкую игра, ее нужно уловить, когда и что ребенку надо говорить. И мы не можем здесь абсолютизировать, потому что это вот такая возрастная группа, что абсолютизировать нельзя. То есть все пришли в класс, сели за парту, и мы вам рассказали вот о том или об этом. То есть тут настолько все должно быть индивидуально. И, естественно, все должны работать вместе. И родители, и психологи школьные, и педагоги. И нельзя давать информацию вот таким вот бурным потоком. Она не принесет пользы. Нужно все-таки учитывать, какого мы ребенка перед собой видим. И Андрей Крайлович сказал, что вот каков запрос, вот настолько должен быть и ориентирован ответ. Это первый момент. Ну, и второй, может быть, он касается каких-то там стилистических особенностей этой книги. Ну, вот это мое личное мнение. Некоторые моменты, ну, немножечко меня покоробили. Но это мое мнение. Вот мне так показалось. Может быть, я так воспитана. Может быть, это мое субъективное мнение. Но мне кажется, что, понимаете, вот такой там прослеживается момент. Вот я начала читать часть, которую сначала, там, которая девочкам адресована. И вот образ девочки, с которой беседует автор, вот он меня немножечко насторожил. Он какой-то такой очень напористый, агрессивный, активный, интересующийся. Но все ведь разные. И еще один момент, который меня тоже как-то я еще в книге не почувствовала, ведь есть такое чувство, как стыдливость. Оно есть в наших детях. Понимаете, это тоже надо учитывать. Ведь не всегда можно все открыть и раскрыть. Ребенок может просто испытывать вот естественную стыдливость. Это не болезненное состояние, это нормальное состояние. Опять же, интимность, скрытое, тайное, закрытое, нижнее. То есть вот все эти тонкие грани должны учитываться. Тогда мы избежим каких-то неприятных ситуаций, может быть, и трагедийных ситуаций. Вот об этом надо думать всем. И авторам книги в том числе. Спасибо большое. Вращаюсь к гостям, которые по поводу книжки не высказались. Кого есть желание? Кто ее читал, видит? Я хотела бы сказать о книжке. Я читала очень мало. К сожалению, она мне в руки еще не попала. Я читала только вот выдержки, которые я видела. Но первый момент, как бы, может быть, рекомендации к автору. Автор хотел написать очень детским языком. Но язык этот немножечко взрослодетский получился. Немножко вот это напрягает. Но я хочу сказать автору большое спасибо за то, что эта книжка написана, и какая бы она ни была, она вызвала резонанс. И то, что мы здесь собрались и ее обсуждаем, это возможность для нас, может быть, какие-то взять плюсы из этой книжки использовать, и какие-то минусы, на которые надо обращать всегда внимание. И я бы хотела в дополнение к книжке сказать, может быть, такую рекламу нашим уважаемым журналистам. Вот те детки, которые работают в нашем проекте, готовят сейчас акцию для своих сверстников. Мы не знали об этой книжке. Три недели назад начали готовить акцию. Мы серьезно как бы не думали, что так получится. Но тем не менее, видите, как все совпадает. И ребята придумали такую идею. Они проводят дискуссию со своими сверстниками, отвечают на вопросы. В общем, маленькая сценка. Ну, все как обычно. А в конце вот что придумали ребята. Они хотят сделать гигантский буклет, который будет называться, послушайте, пожалуйста, как. Как можно выразить свою любовь без секса? Это ребята 15 лет, которые хотят, чтобы их сверстники написали. Причем конкурс будет проведен, мы выберем лучшие какие-то там тезисы. Но представьте, ведь они не написали какие-то, может быть, пошлые вещи. Они не хотят узнать что-то о контрацепте, потому что они могут задавать эти вопросы. А вот они хотят, чтобы их сверстники поговорили о любви и о том, что любовь – это не только секс. Вот для меня, кажется, это знаковое событие. И на мой взгляд, такие книжки должны содействовать тому, что наши дети будут более ответственными и будут думать о том, что у них одно тело, одна жизнь. И одна большая возможность быть счастливой. Я бы, знаете, еще что хотела сказать. Вот все сталкиваются с вопросом, откуда я взялся. И вот эта книжка, возьмите родители, ее почитайте, посмотрите на своего ребенка и подумайте, как вы можете донести эту информацию, ссылаясь на то, что вот сказала вы, Павел Тимон. То есть индивидуально, четко понимая, что вы разговариваете даже со своим ребенком. И пусть это будет не 30 человек и не 15, а если мы будем разговаривать один на один со своими детьми, будет с этого больше пользы. Поэтому эта книжка, она нужна именно для родителей и для специалистов. Вот медицинская часть, по крайней мере, поддерживает идею, что могут же быть учебники для родителей. Они должны быть, я просто не буду. А родители пропускают через свою призму, проведя себе ликбез и понимая реальность, в которой живут дети, реальность. Они тогда могут сами уже под свою ответственность, кстати говоря, дозировать ту информацию, которую они дают ребенку. То есть это сразу на вскидку польза книге. Ну а остальное уже по ситуации. Наталья Викторовна, Вы не высказывались по поводу литературы? Литературу саму я книгу саму не читала. Читала мнения через интернет-сети, какие были об этой литературе, об этой книге. Но если... Но на сегодняшний день, наверное, все-таки мало предмета биологии, мало предмета основы здоровья в учебных планах. Наверное, нашим детям нужно немножечко больше. Мы собираем пока вести туда родителей, что нужно говорить его однозначно, что нужно родительский всеобучь в этом вопросе. Действительно, на зре это необходимость говорить открыто детям и говорить детям правду. А не просто завуалировано. Ну, опять же, я возвращаюсь более к предмету, допустим, биологии. Но ведь яйцеклетки и сперни – это те половые клетки, которые мы изучаем еще в седьмом классе на уроках ботаники. Правда? Они есть. Если бы родители готовили с детьми свои домашние задания, заглядывали бы в эти учебники, они знали, что дети уже шестого класса владеют этой терминологией. Это естественно и понятно. Может быть, им тогда бы не было стыдно, или они как-то реагировали совсем по-другому. Но то, что необходим какой-то еще дополнительный предмет, может быть, он не будет обязательным для всего класса изучения, как все, допустим, предметы у нас есть в сетке часов. Может быть, это будет какой-то курс по выбору. Может быть, это будут какие-то тренинговые занятия. Но это необходимо, это сегодняшний день. Спасибо большое. Хотела бы передать слово журналистам. Мось бы представляться перед тем, кто задает вопрос. И ты, заинтересовая, мне просто требует. Скажите, а как вы воспитываете своих детей в сексуальной плане? Расскажите, как специалист, как это вы уже делаете? Ну, очень плотно воспитанием моей дочери сейчас, которой 10 лет, как раз подходящий возраст, занимается моя супруга. То есть она фактически не работает, а всячески сопровождает многих-многих вопросов. И все ребенком давно изучено, как это происходит у животных. Это на схемах, рисунках. Она за что такое матка. Она достаточно детально уже знакома с анатомией. И многими-многими вопросами. Она, в общем-то, не фиширует эти знания среди подростков. Но она уже понимает, что если педагог постоянно кричит на детей, то, возможно, этому педагогу нужно обратиться к ее папе за помощью. Поскольку сексуальная энергия и агрессия, они очень близки. Но она об этом никому не рассказывает. То есть у нее хорошая параллель. Она наблюдает, выращиваются джунгарские хомячки. Она наблюдает, как спариваются эти хомячки. Как они заигрывают друг с другом. Как они заботятся о потомстве. То есть у нее есть четкая схема и последствия этой схемы. Очень много моделей биологических и социальных. Супруга прибирает какие-то соответствующие фильмы. Уже немножко взрослого содержания. Есть чувство, любовь. И комментирует ребенку. Отвечает на вопросы и так далее. Поэтому, на мой взгляд, мой ребенок в этом плане достаточно просвещен. И, в принципе, единственное, что я предупреждаю, что не делись со сверстниками без запроса. Поэтому здесь, как бы так. Она знает, что не из тела. И она предоставлена себе в том смысле, что в каком-то возрасте, не помню, 3-5 лет, когда приходили ее друзья-сверстники, она иногда с мальчиком в своей комнате закроется. Ну, видимо, поиграют в доктора, в общем-то. Не с папой же играть в доктор, правильно? И решается вопрос, и не возникает каких-то кризисного напряжения. Параллельно с этим она активно занимается фортепиано, изучает много-много аспектов культуры, биологии, всего, что вокруг, помимо школы. И это способствует тому, что формируется, ну, с моей точки зрения, более культурально обусловленный взгляд, несмотря на знания биологии. Вот через призму культурологическую, не только биологическую. Но мне кажется, что это сочетается достаточно гармоничное представление любви, полтоничности и элементарных знаний о сексуальности. Ну, вот примерно так. Спасибо, еще вопросы? Казита Крымский Телеграф. Скажите, пожалуйста, ну, у нас поколение омоложается, особенно за последние годы, оно очень сильно молодилось, я в том плане, что сейчас сексуальные отношения у детей с какого возраста начинаются? Кто ближе? Кто ближе? Вот смотрите, недавно в украинских медицинских изданиях прошла такая информация, значит, что наши подростки начинают первый опыт никотина, да, это 10-12 лет, первый опыт алкоголя это 12-13 лет, первый опыт сексуальных контактов 13-14 лет, или 15-16, то есть как к этому относиться? Ну, это, я, допустим, могу вам сказать по девушкам, да, но все равно девушка всегда приходит, ну, не всегда, но там подразумевается половой партнер. Как правило, у нас вот по Крыму это, ну, 15-16, то есть если раньше мы видели, что это были девушки, допустим, среднего специального образования учащихся техникумов в ПТУ, это были девушки 17-16 лет, на сегодняшний день это жители городов, да, ну, нельзя сказать мегаполис, у нас тут в Крыму в принципе их нет, вот, поэтому это девочки, учащиеся старших классов средней школы, это обычно, ну, 15-16, это статистика украинская, и бывает, конечно, ситуация и в 13 лет, и в 14, но как бы это, нельзя сказать, что это норма, это не норма, но это пока редкость, к чему дальше будем двигаться? У нас была девочка с половыми контактами в 11 лет, она пришла, сказала, что у нее 5 половых партнеров, тут я думаю, нужна будет консультация Андрея Владимировича, потому что, как бы, да, и с родителями вместе, ну, и такие ситуации бывают, поэтому, какая-то тенденция к тому, что раньше, нет, более, наверное, безопасно, вот скажем так, вот, вот за последние, по крайней мере, вот 5-7 лет, я вижу, что более безопасный секс, вот это можно сказать, да, не всегда, но да, но тенденции, как и везде, если мы возьмем статистику по Европе и статистику по Соединенным Штатам Америки, она приблизительно к карьеру, то есть мы уже вот на уровне, скажем, мировых стандартов, если так можно, можно комментарий маленький добавить, но считается в культурологии, что чем более примитивная культура общества, более аграрная, например, тем раньше, ну, начинается половая жизнь, раньше создают семью и так далее, и поэтому тенденция такая может рассматриваться как некий результат, некого, ну, я извиняюсь, конечно, такого вот, тунализации и отупения нации через пиво, через определенные, ну, такие фетиши интернета и так далее, когда человек сам не развивается в своей гармонии целостной, не продуцирует творчество и прочее, а втискивается, на самом деле, в глубокие шаблоны, которые не дают ему развития, и в том числе избыточная сексуализация через мультики тоже подсаживает ребенка на сексуальность и она вытесняет необходимость развиваться гармонично. И с точки зрения, например, ну, скажем, каких-то межгосударственных напряжений, очень выгодно, когда в стране мало талантливых людей, мало творчества и нация тупеет, ей легко управлять, ей легко продавать все, экономику, политику и так далее. Поэтому здесь тут может быть еще такая коверяция, чем раньше занимается сексом, тем примитивнее общество, к сожалению. Андрей Владимирович, может быть тогда стоит по телевидению упустить какую-то вот передачу именно для детей, где им это будет объясняться, если у нас педагоги не готовы. Родители очень многие тоже не знают, как вот объяснить ребенку. Может, стоит какой-то раздел с передачей? Ну, что-то с этим можно делать, конечно. Но мне кажется, что вот оптимально, конечно, это усиленная работа с родителями, потому что родители через уже какой-то свой фильтр могут это доносить. А эта передача, идущая в открытую, например, в открытом формате, может вызвать глобальное недовольство у, например, родителей, которые считают, что это не вписывается в их религиозный формат. И это будет уже как оскорбление их религии. Понимаете? Поэтому я думаю, что через фильтр родителей. Но родителям есть смысл повысить свое образование, потому что есть риск, если они в сильном напряжении в вопросах секса, то вначале им нужно проработать свою сексуальную дисгармонию, невротические, семейные какие-то проблемы, обратиться к разным специалистам. А потом уже они в этом состоянии могут взаимодействовать с этими, вот с моей точки зрения так. Еще, возможно, хочу добавить, давайте мы будем говорить еще о том, что большинство, скажем так, половых контактов, если мы уже говорим о сексе, они происходят на фоне алкогольного, а не наркотических каких-то. И опять же вопрос, до 18 мы алкоголь не продаем. После 22 дети не должны гулять до 18 лет. Хотя они прекрасно гуляют, у меня недалеко от дома находится ночной клуб, в 2 часа ночи я все слышу. Как они возвращаются к какому-то, я думаю, что не только я весь район, но бог с ним, да? Опускаем эти моменты, свобода выбора и так далее, демократия, хотим гулять. Я о чем хочу сказать? Опять же, эти, извините, пьяные дети, они приходят домой. И если родители этого не видят, или не замечают, или не пытаются как-то с этим что-то сделать, да? Ну тогда, наверное, где-то, наверное, месяца через 2-3, может быть, ну нельзя определять сроки. Мы придем потом и будем говорить о том, что нас надо полечить, либо помочь избавиться от нежелательной беременности, либо поставить на учет и будем рожать. Слава Богу, государство сейчас у нас поддерживает беременность. Рожайте на здоровье, где мы вам дадим. Можно реманку, да? То есть фактически родители не наполняют разнообразным совершенством жизни ребенка, потому что у них есть более важные дела. Не наполняют, не находятся с ребенком в дружеском контакте, а вот дружеское сопровождение – это идеальная модель, чтобы ничего не случилось страшного, когда ребенок делится всем, своими переживаниями, влечением и так далее. То есть этого всего нет. И потом родитель хочет, чтобы был идеальный ребенок и соответствовал всем его ожиданиям. Поэтому вот этот абсурд, конечно. И еще, когда это перекладывается на плечи школы, вообще смешно. Родители смотрят сериалы, пьют пиво, едят чипсы, и у них нет времени даже утром научить ребенка зарядку делать. И во всем виновата школа, там, социум, еще что-нибудь. Поэтому есть смысл совершенствовать себя. Можно все-таки к счету родителей. Да, да. Но, к счастью, я знаю многих родителей, которые достаточно активно занимаются своими детьми. И мне кажется, таким родителям надо действительно просто помочь. Может быть, дать какую-то информацию о том, где можно получить информацию, где тебя научат общаться с ребенком. Может быть, сделать какую-то программу, в которой не показывать открыто то, чему мы учим, а рассказать, как, кому обратиться, где можно узнать. На самом деле мы немножко ханжи. Реклама презерватива пусть идет для всех, да, по телевизору. А здесь мы можем там чьи-то чувства, может быть, оскорбить. Не будем мы ничего лишнего показывать. Но давайте сделаем такую программу, которая будет в помощь родителям. Почему нет? И если СМИ к этому готовы, я думаю, что наши доктора и педагоги тоже помогут. Это нормально, это естественно. Мы же делаем программы, где учим готовить. И этих программ, включая же телевизор, полно. Почему мы не учим, как сделать жизнь своего ребенка более безопасной? Ну, в качестве мы сексуала-то сейчас. Телепроект есть у нас на Украине в Агитном 16, да, так он, по-моему, называется. Если мы уже говорим уже о конечном точке этой проблемы, то почему нам нельзя создать такой проект, такую программу, которую мы можем информационное дать поле? Агитном 16, это уже итог. А я и говорю, это уже итог, это уже точка. А вот до этого... Не в Агитном 16. Да, здесь получается такая вот пустая информационная миша. А еще вы знаете, что природа не погибнет пустоты. Если вот где-то пустота, если мы что-то замалчиваем, обязательно же оно заполнится. Только вот кем и чем, это, наверное, уже все-таки наша ответственность. И те, кто сидит за этим столом, и особенно, мне кажется, те, кто вот сидит рядом с нами. Мне кажется, журналисты здесь могут сделать очень много. Да, очень интересный парадокс, что родители не тратят время и ресурсы для наполненности жизни ребенка разнообразием, совершенствованием. Дети наполняют это чем угодно. Алкоголем, курением, просмотром порно. А когда появляется книга о полном просвещении, там, ну и не таковы, да, вот этот парадокс, конечно, меня как сексуолога так очень удивляет. Ну, мне кажется, это естественно. Мне кажется, именно те родители, которые не хотят, не могут, не знают, вот те родители и становятся противниками. Любой книге, не только этой. Мне кажется, любую, да и книгу найдут, чтобы критиковать. Вы знаете, я сейчас пока вот сидела, думала, у меня такая мысль возникла. В рамках нашей передачи она окажется немножко смешной, но тем не менее. Смотрите, на уроках физики мы изучаем электрический ток. Правда? И убить ведь может. Но мы же не исключаем его из программы, мы же не ходим с плакатами и не говорим, нельзя изучать электричество, потому что это опасно, это может привести к смерти. Мы изучаем и изучаем технику безопасности. Почему некоторые другие вопросы мы стараемся вуалировать? И ни одного родителя с плакатом нет, изучение физики я не видела. Потому что мы это уже пережили, уже знаем, что учить это надо. Может быть через несколько лет естественным и половое просвещение станет. Но для этого, конечно же, союз родителей, педагогов, врачей и представителей СМИ это единственное правило. Лена Васильевна, последний вопрос хотел вам задать. Вот мы в нашей встрече привлечены к выпуску книжки в Киеве, по-моему, а вы сейчас сказали, что и в Крыму оказывается. Есть подобная книжка? Не подобная. Не подобная, но вот расскажите про нее, что она собой представляет. Вы знаете, это абсолютно не подобная книжка. Это материал тренингов для учащихся старших классов по программе как раз подготовки равной-равному. Значит, автор этой книжки, представители Министерства образования, автор этой книжки, главный специалист по планированию семьи нашего Министерства здравоохранения. Ну, я немножко внесла свой лифт, потому что тоже как бы этим занимаюсь. Вот здесь описаны тренинги. Тренинг о правах ребенка. Тренинг о том, что... о репродуктивных правах. Ну, например, один из моментов, что твое тело принадлежит тебе, никто не имеет права к нему прикасаться. Ведь многие дети, страдающие от насилия, уже в конце, когда возникает какая-то проблема, получают помощь общество. Здесь еще есть один тренинг о коммуникации. Мы, занимаясь детьми по этому тренингу, учим их разговаривать. Вы знаете, какая проблема большая у подростков? Ведь отказав в близости, можно потерять любимого человека. Вот скажешь мальчику нет, и он уйдет в другой. Вот это страшно. Нам кажется, это немножко весело, правда? Ну, другой будет там, как-то уж разберемся. И вот как, не потеряв своего, можно сказать, друга, спутника, а сказать так, чтобы все-таки сексуальные отношения начались тогда, когда вы будете к этому готовы. Это очень тонкие материи. Можем об этом говорить. И, конечно же, большой блок о теле, о гигиене, о взаимоотношениях мужчины и женщины. Еще раз повторюсь, мы говорим обязательно о воздержании, как о естественном процессе в этом возрасте. Мы даем информацию о контрацепции, но в тех дозах, на которые идет запрос ребят, участвующих в тренингах. Я хотела просто сказать, что это учебный материал. Я назвала его тоже книгой. Вы знаете, мне кажется, родителям тоже можно почитать. Это особо, да, учебный материал. Это не книга, конечно. Но по поводу книг, вот, выпускает наша организация буклеты. Они достаточно толстые. Когда первые толстые буклеты пришли, у меня была первая мысль, ребята, кто вот из детей прочтет, сейчас скажу, 27 страниц. Это кошмар, да? На самом деле, красочно, ярко, ответы на вопросы. Да, здесь есть и, ну, скажем, интимные вопросы, но дети берут, дети читают, и у меня всегда большая просьба, прочитайте вместе с родителями. Вы знаете, ответ бывает смешной. У меня мама забыла и внесла на работу. Ну, по-моему, это победа. И еще немаловажный момент, когда мы говорили о средствах массовой информации, немножко мы привыкли ругать там. Такая информация, такая. На самом деле, много хорошей информации, много хороших статей, много хороших передач, передач о здоровье, в том числе о репродуктивном. А вот организация, которую я представляю, сделала сайт в интернете, как противовес тому, что можно найти в интернете. Это сайт о сексуальном образовании и сайт для родителей и детей. Вот именно родители и дети здесь. Вот его адрес sexualeducation.org.ua. То есть это то, где можно задать вопрос, получить ответ. Ответ настоящего профессионала. Куда могут зайти родители, посмотреть, что интересует их детей. Согласитесь, это тоже интересно. И я хочу сказать, что большое количество и родителей, и детей участвуют в нашей программе. И я благодарна им за то, что они, понимаете, они хотят что-то менять. У них это получается. А это пособие, оно, в общем, наверное, в ограниченном пункте переживания? На самом деле в ограниченном. Это пособие мы делали для тренеров. И распечатки из этого пособия в качестве приложения мы выдавали участникам. Но такие пособия есть у школьных психологов, у них есть в министерстве образования. Я вам скажу такой момент. Его сделать можно огромное количество. Но надо ли? Потому что специфические моменты, они учебные. С другой стороны, то, что оно есть у специалистов, дает возможность тем же родным психологам, педагогам элементы этих занятий использовать всегда. И я хочу сказать спасибо Андрею Владимировичу, он принимал участие в проведении этих наших мероприятий. Юлия Петровна. Ну, мы работали все вместе, и я думаю, у нас получат. Но обязательно Министерство образования, потому что большое количество специалистов работает с нами. Мы работаем в школах, и у нас получается. Спасибо большое. У нас чуть даже исчерпан лимит нашей встречи. Если вопросов больше нет, то можно кратенько, если есть желание, резюмировать наши результаты встречи. То есть только просьба кратенько, потому что времени мало. Пожалуйста, Юлия Петровна. Ну, я думаю, что мы не первый раз собираемся таким составом. И, в общем-то, если мы говорим сегодня поддержку книжки, мы говорим, да, поддержку книги. И если мы говорим о том, что мы будем работать, продолжаем работать и будем встречаться как можно идти. Будет с этого, то будет завершено. Спасибо. Ну, я хочу сказать нашим слушателям, что все крымские специалисты открыты для общения. Если есть у родителей какие-то вопросы, потому что нам ценен каждый ребенок. Если вот эта передача вызвала у кого-то какой-то интерес, то найти нас очень легко и просто и получить квалифицированную консультацию. То есть да, можно. Мне кажется, сегодняшний день это хороший резонанс для того, чтобы совершенствоваться до бесконечности родителям в собственной любви. И с этим состоянием любви и гармонии взаимодействия с ними. А я, естественно, хочу надеяться, что наши дети всегда будут грамотные, всегда будут умнее предыдущего поколения. Естественно, они будут здоровы. Спасибо. Ну, я бы хотела сказать, пожелать всем детям быть здоровыми и счастливыми, всем родителям понимающими и терпеливыми. Ну, а книги, давайте, пусть будет их много, и у нас будет повод их читать и обсуждать. Спасибо большое, уважаемые гости, за то, что выиграли сейчас своего времени, даже больше, чем час. Тема такая острая, простых ответов, наверное, нет на те вопросы, которые она ставит. И можно еще было, наверное, часов посидеть и пообщаться. Спасибо большое еще раз. Всего наилучшего.